МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наше машиностроение позаботилось о сельских тружениках во всех областях их деятельности. Основные работы, выполняемые ими, практически полностью механизированы. Обработка земли, сев, уход за всходами, уборка урожая. Все выполняется с помощью машин, управляемых квалифицированными механизаторами. О профессии тракторист-машинист и аграрном образовании в целом мы поговорим сегодня в эфире программы «Один день с профессионалом». Профессию тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства нельзя назвать редкой. Уже несколько лет на рынке труда наблюдается спрос на представителей этой профессии, несмотря на то, что специалистов каждый год выпускается немало. Работа на земле из разряда непрестижных давно уже стала привлекательной. Все больше становится крупных комплексов и фермерских хозяйств, где всегда нужны профессионалы. Освоить профессию тракториста-машиниста можно в Цивильском аграрно-технологическом техникуме. Цивильский аграрно-технологический техникум – многоуровневые профессиональные образовательные организации. Мы осуществляем подготовку специалистов и квалифицированных рабочих по десяти образовательным программам среднего профессионального образования. Сегодня в техникуме обучается свыше тысячи студентов. Мы готовим специалистов для таких отраслей экономики, как сельское хозяйство, транспорт, строительство, швейное производство. Начиная с 1947 года техникум готовит специалистов по такой специальности, как механизации сельского хозяйства. Сегодня для производства нужны грамотные, обладающие высоким профессионализмом, компетентностью специалисты. Выпускник, обладающий такими качествами, конкурентоспособен на рынке труда. Сельскохозяйственная техника используется повсеместно и в сельскохозяйственном производстве, и в горле есть предприятие, которое использует такую технику. Поэтому проблем с трудоустройством для выписников практически не существует. Современный трактор оснащен высокоцехнологичным оборудованием. Без него население – никуда. Оказывается, для работы на нем нужно иметь права. Опытный механизатор знает свою машину до мельчайших подробностей. Учится этому годами. Сельскохозяйство становится все актуальнее в наше время. И с детства тоже я дружил с техникой, интересовался всем этим. Мне эта специальность по душе. Самое сложное – нужно знать все технологии возделывания каждой культуры, соблюдать все правила обработки почвы, к примеру. Знать хорошо технику при поломке. Но они, конечно же, будут в ходе работы. Нужно не растеряться, ее устранить. Я считаю, что сельскохозяйство становится все актуальнее в наше время. Думаю, спрос на работников этой сферы будет высоким. Хочу получить хорошие знания, хорошо окончить учебу. В дальнейшем по этому же профилю найти хорошую работу и двигаться дальше. Такой специалист легко справится не только со своим трактором, но и с любым прицепным агрегатом, с которым ему приходится работать. Он должен уметь сам наладить для работы плуг, сеялку, косилку, комбайн, не прибегая в повседневной работе к помощи механика. Поэтому широкопрофильный тракторист не просто водитель трактора. Он еще отчасти и слесарь, способный ремонтировать сельскохозяйственные машины. Первичный ремонт доверенной ему машины, ее обслуживание и смазку деталей он производит сам. Мы здесь проводим диагностику автомобиля приора на выявление каких-либо неисправностей. Диагностику нужно проводить своевременно, чтобы не было лишних поломок машины. Мне нравится автотранспорт и хотел связать свою жизнь с сельскохозяйством. Самое интересное в этой профессии, как работают двигатели, как устроены комбайны, трактора. Немало важная и материальная сторона вопроса. В сельской местности тракторист может больше заработать, чем в городе директора магазина. Потому как вся работа в селе связана с такого вида техникой. В городских условиях трактористы требуются на производство, в коммунальное хозяйство. Кстати, современную тракторную коммунальную технику выпускает концерн «Тракторные заводы». И она очень востребована в городах. Студенты техникума могут пройти 8-месячную стажировку в Германии. Полученный сертификат дает право работать в Европе. Например, выпускника техникума Александра Гуренькова пригласили в Германию, где он работал полтора года, но все же вернулся к себе на родину. Мне было легко, потому что я и раньше работал в хозяйстве своего дяди. После практики в Германии я использую свой полученный опыт и знание также в этом хозяйстве. С детства рос работой на земле, мне приучили к труду, поэтому я не выбирал, куда мне идти. Я знал, что сельскохозяйство – это мое. Я люблю работать один. Работа в поле не напагает меня. Я могу часами ездить на тракторе. Техникум не только готовит студентов по различным направлениям, но и помогает найти свое призвание тем, кто еще не определился. На базе учебного заведения работает Центр профориентации и карьеры. Сейчас у нас проходит республиканская акция «Волонтер-профориентатор. Твой выбор профессии» называется. В рамках этой акции запланированы ряд мероприятий. По опросам школьников, чаще всего они не совсем понимают, чем же они хотят заниматься в будущем. По завершении тестирования они уже могут ознакомиться с выводами, к чему же у них все-таки больше лежит душа, скажем, чем они хотят заниматься, кем хотят стать. Старшеклассники отвечают на вопросы специального теста. Это своего рода определение характера, возможностей и стремлений личности. В общем, в итоге тест помогает понять потенциальным абитуриентам, к чему у них лежит душа. Мы с классом сюда пришли, чтобы пройти тестирование и понять, кто мы будем в будущем. А я прошел уже тестирование и выявил, что я человек-техник. Тест мне помог выбрать мою будущую профессию. Меня привлекает программирование автомобилей. В будущем я хотел выбрать профессию в этом направлении. Трактористы, машинисты, автомеханики, мастера по техническому обслуживанию машинно-тракторного парка. Все эти специалисты востребованы сегодня в сельском хозяйстве. Освоить такие профессии можно за три года в Цивильском аграрно-технологическом техникуме. Кстати, поступить сюда может любой желающий после девятого класса. Продолжить совершенствоваться в выбранном направлении можно в высшем учебном заведении. Например, Чувашская государственная сельскохозяйственная академия предлагает абитуриентам на выбор четыре факультета. Биотехнологии и агрономии, ветеринарной медицины и зоотехники, а также инженерный и экономический. Сегодня специалисты высшего звена востребованы на рынке труда. В частности, ведущие предприятия Чувашской республики сегодня выходят запросом на специалистов. Именно сегодня нужны ветеринарные врачи, зоинженеры, экономисты, инженеры, технологи и тому подобное. Помимо этого, наши специалисты также востребованы на рынке труда в Нижегородской области, Подмосковье. И после окончания учебы они трудоустраиваются именно в ведущих предприятиях республики, а то и за ее пределами. А также они работают в ветеринарных клиниках, станциях по борьбе с болезнями животноводческих объектов. Почему нужно сегодня выбрать именно сельское хозяйство? Потому что это один из приоритетных направлений развития экономики. Сельское хозяйство – это безопасность в целом Российской Федерации и в целом всей страны. Студенты Серхозакадемии начинают проходить практику с первого курса не только на ведущих предприятиях республики, но и по стране и даже за ее пределами. Многие студенты из года в год выезжают на практику в Германию, Финляндию, США и другие страны. В будущем я представляю, что я буду работать в области науки и открывать новые препараты, которые помогут в развитии сельского хозяйства. Мне кажется, что если моя работа будет нелюбима, то зарплата не важна. Мы выращиваем фрукты и овощи на своих учебных территориях, на учебных участках. Нравится мне это, потому что я могу сама своими руками вырастить это все, ухаживать и производить чистую, экологическую чистую продукцию. Это и привлекает меня, поэтому я пришла учиться в сельскохозяйственную академию. Сейчас идет развитие сельского хозяйства и в дальнейшем, мне кажется, это будет еще больше развиваться и профессия моя будет актуальна. Уже несколько лет на рынке труда наблюдается спрос на представителей этой отрасли. Выпускники техникума находят работу в различных компаниях, на производственных предприятиях. Карьерный рост здесь обеспечен, было бы желание. Особо предприимчивые имеют все шансы организовать свой бизнес в сельском хозяйстве. Все эти ребята уже выбрали себе профессию. Теперь настала ваша очередь. На сегодня это все, что мы успели вам рассказать об аграрном образовании в республике. Я с вами прощаюсь, увидимся в эфире национального телевидения Чуваши. Редактор субтитров А.Семкин